Здравствуйте, с вами снова я, Ксения Колесниченко, программист компании BI-Consult. Сегодня мы будем выполнять с вами сырные задания. Это задание седьмого дня, марафонно по кликсенсу от DataYogi. Первое, что мы видим, открыв приложение, то, что оно пустое. Что мы делаем? Мы снова заходим в модель данных. Видим, что у нас существует такая табличка с перечнем названий. Если у кого-то предварительный просмотр сразу же не открывается, просто ткните, он должен быть в левом нижнем углу. И вы увидите, что вот у нас такая табличка, где имеются ID продукта, дата его продажи, сумма продажи и так далее. Мы видим, какие у нас есть товары в продажах, столбцы в табличках. Прошу прощения. Ну что ж, мы заходим в обзор приложения и создаем новый лист. Назовем его диаграммы и откроем. Мы читаем первое задание. Нам необходимо показать максимальные продажи сыров в динамике. Линейный график. Мы открываем список диаграмм, выбираем линейный график. Ну и что нам нужно добавить? В качестве измерения мы добавляем дату. И в качестве меры мы добавляем максимальные продажи... Где у нас Макс? Вот он. Максимальные продажи молока. Мы видим, что не очень красиво смотрится. Да, вот здесь мини график, он не очень удобен. Мы открываем ось Х, убираем мини диаграмму. Что мы можем еще сделать? Мы можем добавить подписи данных. Для этого в разделе представления мы жмем показать точки диаграммы и включаем метки значений. Для того, чтобы у нас были точные значения, мы идем в данные. Так, меры... Мы подписываем, что это продажи. В формат чисел мы выбираем число. Ноль знает целое число. Так, ну и собственно говоря, здесь где раздел вид по осям ОХ и ОУ, мы можем убрать, ну например оставить только метки. Вот так. Переходим ко второму заданию. Нам необходимо показать продажи сыров по типу молока. Что мы для этого делаем? Мы берем линейный график. В качестве измерений мы выбираем точно так же период продаж. Да, потому что у нас в принципе сам раздел, да, он посвящен по сути рядам, динамическим рядам. Поэтому выбираем дату в качестве измерения. В качестве меры мы выбираем продажи в рублях суммарное. Также мы добавляем тип молока. Мы выбираем, ну мы выбираем так, чтобы нам были закрашенные области, да, заходим в представление. Выбираем необходимые представления. В оси ОХ мы убираем мини-диаграмму. Так. И мы добавляем подписи данных. Так. Выбираем метки значений, прошу прощения. Так. Мы снова выбираем, что видны только метки. На оси ОУ у нас тоже будут видны только метки. Число. Ну, собственно говоря, готово. Ну, можем легенду еще снизу показать. Так. И переходим к выполнению третьего задания. Необходимо показать продажи сыров и наценку в рублях. То есть продажи минус себестоимости. Мы выбираем комбинированную диаграмму. В качестве измерения у нас снова идет дата. В качестве мер у нас идет первая мера – это продажа. в рублях в качестве второй меры у нас идет себестоимость. Да. То есть это сумма всех продаж минус сумма себестоимости. Так. Мне вот очень неудобно, когда снизу показывается мини-диаграмма. Я убираю. Так. Давайте подпишем данные. Здесь у нас продажи – это продажи. Оп. Продажи – это продажи. А прибыль – это прибыль. В качестве линии она у нас идет. Мы идем на вкладочку «Вид». В разделе «Представление» выбираем ОСЮХ. Убираем тип непрерывный. У нас получается более-менее такой симпатичный вид. Так. Так. Нам здесь тоже необходимо добавить точки значения метки точек. «Вид». Легенду мы показываем тоже здесь снизу. «Вид». А данные у нас будут числовыми. «Вид». Подписываем наши диаграммы. «Вид». Первый у нас – это максимальная продажа сыров в динамике. «Вид». Следующая – это продажа сыров по типу молока. «Види». «Вид». Последнее – это продажа цинка сыров. вот так так жмем кнопочку сохранить готова и вот мы видим какие у нас получились замечательные